На эту одиночную вахту они выходят по очереди. И только тогда, когда считают нужным. В прошлый раз, в ноябре, как утверждают бывшие работники автотранспортной колонны 1310, эта мера принесла дивиденды. Дескать, заплатили часть долгов по зарплате. В этот раз акция должна сработать снова, посчитали они. Даже плакат оставили тот же. У нас, значит, образовалась задолженность за ноябрь, декабрь и три зарплаты выходного пособия. Ну, так по закону положено. Нам погашать начали где-то в конце июля, где-то в районе 30 июля. Это примерно около 15% задолженности. Где-то в районе 20 ноября еще где-то 30% задолженности. В общем, получилось около 50% задолженности нам выплатили. Получается, плакатик-то не настоящий? Мы без денег уже год. Этот лозунг надо делить как минимум пополам. А если серьезно, то долг за предприятием все еще есть. Данные у конкурсного управляющего по его сумме, правда, другие. Но это все нюансы. На сегодняшний день мы выплатили работникам предприятия, полностью рассчитали с ними по заработной платы. Выплатили пособия, связанные с расторжением трудовых договоров. Выплатили пособия за первый месяц нетрудоустройства. А также провели частичное погашение выплату процентов за несвоевременную оплату. Для того, чтобы выплатить нам пособия за второй месяц, мы вначале должны уплатить более 5 миллионов рублей налога на доходы физических лиц. Долги по зарплате в случае конкурсного управления, как известно, это вторая очередь кредиторов. Первая – налоги и платежи в бюджет. Но Сергей Попенко, справедливости ради, надо сказать, убедил арбитражный суд добавить долги бывшим работникам в неотложные платежи. Теперь любые деньги, приходящие на единый счет, компания сначала распределяет в пользу людей. А их в списке – 120. Городские власти, кстати, со всеми в тесном контакте. И все объясняют людям лично. Всем пояснили, что рассматриваем вопрос без реализации имущества, другим способом погасить задорность по заработной плате. Полностью проработали этот вопрос. Вопрос не находится в правовом поле. Соответственно, его мы не смогли применить. То есть сотрудникам тоже пояснили, что в настоящий момент изыскиваем средства, чтобы тот же муниципальное предприятие управления Лизанского троллейбуса выкупило определенное имущество, чтобы пошло на погашение перечитающихся выплат. Как считает Андрей Михно, самый позитивный сценарий в этой истории – выйти в ноль по зарплатным долгам предприятие сможет к концу первого квартала следующего года. От того, будут ли дальше активисты пикетировать здание администрации, это, кстати, никак не зависит. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...